Среди политологов есть мнение, что сегодня эффективность молодежной политики, как ничто другое, определяет устойчивость социальных и даже политических систем. Что лежит в основе этого утверждения? Во-первых, молодеет мировая экономика. Люди, чей возраст не превышает 30 лет, не только активно потребляют, но и производят высокотехнологичные продукты. Во-вторых, молодежь задает новые культурные тренды, которые ломают традиционные представления человека об эстетике звука, визуальных образах и слова. В-третьих, трансформируются ценностные установки общества, и здесь молодежь – главный агент происходящих перемен, меняется отношение к труду, государству, истории и многому другому. Ну и в-четвертых, эксперты в один голос указывают на те колоссальные трансформации, которым привели протесты 2019 года почти на всем глобальном пространстве от Гонконга до Сантьяго. Все эти перемены служат хорошей проверкой для государственных институтов на способность системно перестроить характер работы с молодежью. И сегодня в этом ключе Казахстан пошагово реализует собственные системные меры. Так мы дали старт цифровизации экономики, широко вовлекая молодежь в этот процесс. Для гармоничного синтеза традиционных ценностей казахстанского народа современными установками реализуется программа модернизации общественного сознания Рухани Жангру, старт которой дал Нурсултан Назарбаев. Третье. Это превосглашенный президентом Казахстана концепт слышащего государства. В его основе идея трансформации взаимодействия власти и человека на принципах справедливости, прозрачности и доверия. И, конечно, нельзя не упомянуть внедряемый в Казахстане проект президентский кадровый резерв, призванный обновить управленческий состав государственной системы за счет молодых, креативных и хорошо амбициозных людей. Уважаемые участники форума, в этом году Касможумарт Кемелевич объявил 20-й год годом волонтера. И буквально сегодня подписано соглашение о реализации казахстанско-российских волонтерских проектов в преддверии 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Это архиважное направление для нас, потомков тех, кто ценой собственной жизни отвоевал наше право на мир и свободу. Но в то же время мы предлагаем расширить перечень тематик совместных проектов, ведь волонтерство – это одна из тех форум занятости молодежи, актуальность которой будет только расти. Для нас год волонтера – это один из механизмов, который позволит существенно повысить социальный капитал молодежи. Настало время восстанавливать культуру слабых социальных связей, вовлекать людей в активный досуг, кооперацию по интересам, развивать новые формы гражданского участия. Откровенно говоря, сегодня для государства непозволительно оставлять человека в нерабочее время один на один со своим смартфоном. Это чревато тем, что нормой жизни может стать постоянная неудовлетворенность, неспособность слушать собеседника, склонность к спорам ради споров, нежелание и неготовность оценивать компетентность и результаты работы других людей и многое другое. Именно на эту почву, к сожалению, благодатно ложится адаптивный сетевой контент в виде популистских лозунгов и демагогии. В этой связи, по поручению президента, мы намерены проводить глубокие реформы в сфере развития гражданского общества и готовы работать вместе с нашими российскими коллегами. Спасибо за внимание. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги! В течение этих двух насыщенных дней был обсужден широкий круг вопросов взаимодействия между регионами наших стран. Теперь предстоит выполнить большой объем практической работы. Конкретизированные перспективы и возможности для расширения межрегионального сотрудничества определены за дело на будущее. Было заключено более 20 соглашений о сотрудничестве как на межправительственном уровне, так и между нашими регионами. В форуме участвовали делегации не только приграничных, но и более отдаленных друг от друга регионов, которые, тем не менее, активно взаимодействуют между собой. Главное, что форум не только не утратил, но и усилил свое значение как эффективный инструмент укрепления и расширения нашего приграничного межрегионального сотрудничества. Одним из важных направлений взаимодействия двух стран является экология и сопряженные с ней вопросы. Экологические проблемы, как известно, не имеют государственных границ. Мы должны их решать сообща. Поэтому, уважаемый Владимир Владимирович, я предлагаю обозначить тематику следующего межрегионального форума как сотрудничество в области экологии зеленого роста и провести этот форум у нас в Казахстане, в городе Кокшетау, Акмолинской области в 2020 году. Всем участникам форума я желаю здоровья, благополучия. Еще раз выражаю признательность за организацию данного мероприятия, за качественную организацию данного мероприятия. Спасибо. Благодарю вас, уважаемый Касам Жемат Кемелевич, дорогие друзья. Также считаю, что работа, проделанная в ходе Российско-Казахстанского межрегионального форума, заслуживает положительной оценки. И согласен со своим коллегой в том, что повестка дня была насыщенной, современной, много было встреч, контактов, мероприятий, все они прошли содержательно, на высоком уровне. Подробно рассмотрены многие актуальные вопросы укрепления взаимодействия по линии регионов России и Казахстана. Важно, что особое внимание было уделено развитию приграничного сотрудничества, которое является значимой составляющей российско-казахстанского стратегического партнерства. Уверен, что нынешний форум будет способствовать его укреплению. Несомненно, востребованы будут высказанные участниками идеи и предложения, касающиеся активизации двусторонних связей в сфере торговли, инвестиций, промышленной кооперации, транспорта, образования, молодежных обменов. И, конечно, информационной политики – чрезвычайно важная сфера. Хотел бы поблагодарить и президента Казахстана, всех казахстанских коллег, представителей российских регионов и наших ведомств за результативную и плодотворную совместную работу и пожелать успехов в дальнейшем. В следующем году по предложению президента Казахстана будем проводить встречу в Казахстане. Безусловно, мы с этим согласны, благодарны вам за это предложение, так же, как и за тему, которую вы предлагаете в качестве основной. У нас согласен полностью, что это очень важное направление нашей совместной работы. Всем большое спасибо. Благодарю вас. Спасибо. Спасибо.